Микс Ньюс Доброе утро Да, вот действительно сейчас такая пора, когда и выпускники школ, естественно, обдумывают, куда поступать, уже, наверное, подали заявление, сейчас, я так понимаю, многие выпускники школ сразу в несколько вузов подают заявление, что тоже хорошо. Все-таки ваши ощущения, как вам кажется, за последнее время удалось ли, ну, не знаю, убедить, не убедить, ну, по крайней мере, что вот выпускники латвийских школ все-таки, ну, пытаются не сразу уезжать за границей, все-таки пытаются учиться здесь, поскольку здесь, в принципе, можно найти вуз, и по тому направлению, которое ты выбрал, есть варианты обучения. Там несколько вопросов, один вопрос, я сразу говорю, что мне кажется, что это неплохо, что люди выбирают, то есть выбирают или Латвию, или другие страны, мне кажется, это нормально, и частное право, и, ну, для определенных дисциплин и профессий, наверное, это тоже хороший выбор. В принципе, где-то тысяча из этих девятнадцати тысяч, которые, ну, сейчас оканчивают, уезжают другие страны, ну, там, официальные результаты на счет того, как они подали заявки из тестов иностранного языка, чтобы это заменили обязательным экзаменом иностранного языка, там, меньше триста. Ну, наверное, сдают тоже те, которые и все равно сдают эти международные тесты. Например, моя дочь, когда уезжала в четырнадцатый год, она тоже издавала иностранный язык в школе, издавала французский лицей, издавала тоже на английском языке, потому что она поступила в Шотландию. То есть, в принципе, наверное, есть и такие личности из других лет, которые не успели, в каком-то образе не были. Ну, взято то, что, в принципе, какая-то часть, там, ну, десять, пять, семь, десять, семь, может быть, каждый год, получается, десять процентов уезжают. Другие остаются в том или ином плане в Латвии. Есть люди, которые уезжают в другие страны тоже не сразу поступать, поработать, там, найти какие-то средства, найти стипендии и так далее. То есть, это первое, это хорошо, что они уезжают и потом приезжают. Мой сын тоже поступил в седьмом году, потом, а сейчас он работает в Латвии, да, от бакалавра до докторской, все, да, сделал, сделал в Лангкестовской уезжей. Все-таки еще вернуться. Да, но он женился, он и сразу это, он даже не сдавал права на вождение здесь, потому что думал, надо будет в Англии сдавать это, ну, как бы, но он женился на не однокласснице, а одношкольнице и приехал обратно в пятнадцатом году. То есть, есть люди, которые доходят до докторской, могут там остаться и работать в Европейский Союз, но они приезжают. Но это, мне кажется, довольно хорошо с таким знанием. Другие поступают сюда, но, наверное, в высшее образование это сфера, где перемены происходят, но происходят медленнее всего. Ну, по сравнению с другими сферами, которые были в мое время и сейчас есть. Хотя, я помню, когда вы были министром, вы пытались ускорить, насколько это возможно. Да, конечно, там были три вещи, которые не прошли. Один из языковых, который еще есть, да, но он как бы не чувствуется, хотя, де-факто, наверное, вузы, не наверное, я знаю, вузы делают это на английском языке или других языках, вне квоты или там, вне стандарта, вторая была аккредитация, это была самая серьезная вещь, там был большой процесс, но он будет происходить в следующем году, хотя это 7 лет, ну, 6-7 лет позже, но все равно будет происходить. И третье было изменение правления вузов на уровне закона, когда они, соответственно, собрание вузов, а есть определенная группа людей, которые даже могут не представлять докторскую степень и академическую карьеру, но они в этом совете, не в конституционном таком совете, который выбирает ректора, который более смотрит на вуз как организацию, нежели как собрание студентов и профессоров. Это тоже не произошло, и мы сейчас, может быть, даже видим какие-то результаты из этого процесса, когда, мне кажется, первый раз в истории независимого государства есть проблемы насчет утверждения ректора самого главного университета Латвии. Мне кажется, это что-то сигнализирует, что и вуз, который готовит большинство юристов, ну, не большинство, но юристов, ну, как бы страдает с проблемами юридического процесса. То есть, это что-то немножко специфическое, да? Кто-то один из владельцев, это было несколько лет назад, я вспомнил вузов, правда, частых, он так посетовал, говорит, слушайте, у меня есть целый юридический факультет, я готовлю, мы выпускаем сотни юристов, а когда мне нужно какую-то бумагу юридическую написать, я должен адвоката принимать. Ну, да, ну, да, но там есть какие-то, но все равно университет, который внутренние правила там не создал и, ну, сделал немножко иначе, чем надо, или вообще не что-то сделал. Ну, наверное, это первый раз серьезная дискуссия. Да, обычно кабинет министров всегда утверждал автоматически по существу. Да, тоже, в мое время тоже были какие-то, ну, например, ректор Дага, выпуск университета, Баршевский, ну, у него, его утверждали в кабинете министров, мне кажется, второй раз он получил это. Ну, какая, ну, есть все нормально, все хорошо. Саппо состоялось. Состоялось, все было, направил, ну, так что, мне кажется, это, ну, довольно серьезный сигнал, что надо делать с правлением в университете. Ну, эти все три тогда актуальные, еще было, конечно, консолидации, но это было связано с аккредитацией, но все равно эти три вещи, они так остановились. Это была, ну, самая, может быть, трудная сфера. Хотя работает там довольно мало людей в сравнении с жителями Латвии. А как вообще повысит конкурентоспособность латвийских вузов? Какие должны быть, я не знаю, там, гостевые, больше лектора, не знаю, больше английского языка? Да, вот, что сделать так вот? Английский язык, это, наверное, важно, ну, потому что это, в принципе, все равно, как мы смотрим на него, это язык большинства академических научных работ. Во-вторых, надо снять эти все ограничения, которые, ну, серьезно не смотрятся, которые связаны с приглашением на постоянную работу, не на гостевую, а на постоянную работу людей из других стран. В-третьих, наверное, надо докторскую делать хорошо стипендированную, чтобы люди не слишком думали, что еще делать, пока я пишу докторскую диссертацию. В-четвертых, наверное, серьезно делать аккредитации программами, снизить число направлений или тех, которые там преподают. И, в-пятых, мне кажется, серьезно посмотреть нас, как, ну, часть студентов, людей, которые 30 плюс, то есть люди, которые уже работают, то есть в какое-то время, да, они сейчас идут на мастерские программы, но в то время еще и работают. Это довольно серьезная нагрузка, ну, такая нагрузка. Ну, наверное, надо посмотреть, ну, чтобы какие-то предметы давали на бакалаврском, потому что это главная, ну, не главная, а серьезная часть кандидатов, которые будут заполнять ухудшающий номер студентов из школ, там, 19-20 лет, они демографически будут уменьшаться, но, наверное, вот эта часть, которая уже сделала выбор, ну, жить здесь, работать здесь, она серьезная. Я об этом говорил в свое время тоже, так что. Но нет такого серьезного поворота, чтобы был, например, кредит для людей, которые 45-50 лет, чтобы банки не дают. Если вы там еще гипотекарный кредит, вы хотите кредит для студии, вам просто посчитали до официального возраста пенсии и думали, что это слишком большая нагрузка. А нет, там, ну, этого поручителя из государства, и всегда есть, остаются деньги, которые молодые студенты не забрали, из этого Министерства образования что-то другое финансирует под конец года. Но нам это можно направить просто, немножко, несколькими решениями, на подтверждение кредитов, которые уже 40-45, которые тоже хотят. Я много знаю таких людей, потому что это мое поколение, да, которые хотят учиться, но у них или нет вопроса времени, или нет вопроса денег. Чаще всего они хотят магистровскую примену, да? Магистр или другую профессию, есть и такие. Есть и такие, да. Есть и такие, которые просто там учились, например, музыкальным педагогам, но сейчас проходят, хотят пройти музыкальную терапию, или в Лепайской университете, или в Рижской эстрады, не университет, но у них есть проблемы вот с этим. Вот мы помним, наверное, в 90-е годы, в начале 2000-х, были такие разговоры, может быть, обоснованные, что мы очень увлеклись этими социальными науками, да, и вот надо больше вот это вот на технические, инженеров нам не хватает, а у нас мы все выпускаем социологов, психологов, потом они работают на кассе там максимум, условно говоря, да. Это тоже не будет долго, ну ладно. Да. Вот как вот сбалансировать вот эту ситуацию, потому что, как вы правильно сказали, все-таки высшее образование там перемены не так быстро происходит, и мы действительно не знаем в экономике, как будет ситуация развиваться, может быть, через 10 лет будут другие специальности, другие требования, да. Вот как вы все это оцениваете? Во-первых, я как бы сразу не согласился бы с тем, что много и большинство идут в социальной науке. У нас, я поговорил с довольно хорошим, известным, звучанным Вячеславом Кащеем, говорил, что прирост тех, которые хотят идти на естественные науки, на физику и даже на математику, вырос. У нас есть результаты, не все в естественных науках, но в химии четыре медали, в географии, сейчас был тоже в мировых олимпиадах есть результаты. Конечно, экзамены показывают немножко сложнее, вот централизированные экзамены, сложнее, но все-таки не самую худшую ситуацию, хотя там есть, что вот средняя оценка немножко падает, там 1,9% математики, но она падает не то, что меньше сдают на среднюю оценку, но меньше сдают на самую высшую оценку и самую нижнюю оценку, больше концентруется на средней. Но все равно, мне кажется, это не такая катастрофическая сфера. То, что идут в социальные науки, мне кажется, потому что я очень просто буду, и даже между грибой говорить, не было аккредитации серьезной, чтобы оценивать их качество. Если было качество, и что-то сказали, ну, знаете, вот поканчивайте вот это все в срок, но больше мы не дадим вам аккредитацию, то есть диплом не будет, мне кажется, это тоже бы помогло, что какие-то программы бы... Ну, отпали бы просто фактически, да, отсеялись, да? Ну, так и делают. Вузы, исходя из расчета студентов, мне кажется, Витземская школа, Витземская высшая, ну, высшая, как это? Школа, да. Да, высшая школа, она сократила номер факультетов, мне кажется, 4 на 2, да, количество, да, потому что студентов-то нет, да? То есть, исходя из внешних факторов, но из внутренних, которые вот вначале качества программы нет. У нас недавно в гостях был ректор РТУ, и он высказал такое мнение, что в Латвии, если пересчитать на количество жителей, очень много высших учебных заведений Польши, чем если сравнивать с другими странами, там, Скандинавии или в Европе. Как вам кажется, это проблема или это, наоборот, хорошо? Это очень серьезная проблема. Это одна из вещей, которая была очень сигналом для таких, ну, разных. разговоров тоже в мое время было там 10 университетов, 10 высших учебных заведений, которые делали там на мою демиссию официальный запрос, да? Так что вот такая вещь была. Ну, да, у нас вот вместе с колледжем это где-то 60, ну, плюс-минус. Самые высшие учебные заведения больше 30, там, 37 или 38. На сравнении с Данией, где, мне кажется, немножко больше 10, и вообще в Дании, хотя число жителей там больше, но это серьезно, да, там 3,5 раза, ну, 3,5, но 3 раза больше вузов, но довольно, ну, малое число населения, и тоже без этого направления на средний возраст. Это, потому-то число самих, которые работают, там, докторов 6 тысяч в Латвии. Ну, 6 тысяч, ну, вообще, таких, которые работают в академической сфере. Есть другие сферы, как докторы, которые работают, но в академической 6 тысяч, подумаете, да? Это не слишком много на 38 вузов. Да. Так что, наверное, это довольно серьезно. Есть и число вузов, и разные бюджеты, и разные направления, и конкуренция, по разным, не с кожей, а даже с таким же предметом продаются программы. Это довольно серьезный вопрос. Концентрация, консолидация, снижение числа вузов, я бы сказал, ну, как-то тогда, и так, ну, 2,3 в какой-то перспективе был довольно серьезный шаг, чтобы улучшить управление, и, ну, именно, ну, я, управление в учебной сфере. Но есть ли какая-то возможность у государства контролировать, учитывая, что это все-таки частные вузы, вам, ну, в большом количестве? Ну, больше, ну, больше половины это те, которые, ну, за государством установлены. Все-таки, то есть, бюджетные места. Ну, там, вот эта схема с частью бюджетных мест, государство управления, там надо просто изменить несколько пунктов в законе высшем образовании, законе высшем образовании, относится к правлению. Это был первый серьезный шаг, и потом помочь вузам делать, чтобы управление было поменьше, и делать хорошую, ну, независимую аккредитацию программ. Вот эти были шаги. Изменение закона, помощь вузам найти, и людей, и структуры, и сделать новые правила внутренние, и третьих, аккредитация, которая бы изменила число программ, их управление тоже. Что касается, вот, высшей школы экономики, вузе, в котором вы преподаете, каков есть, так можно сказать, портрет студентов, кто приходит учиться, я так понимаю, что там же обучение в основном на английском языке? Да, только на английском. Только, да. Ну, не знаю, может быть, когда какой-то язык другой. Ну, конечно, студенты между собой говорят на тем языке. Там изменилось то, что долгое время было только жители, не граждане, а жители трех балтийских стран. Сейчас примерно третий из других стран приезжает. Не то, что в которые в Иерасмус, ну, меняется за... Да, не обмена, да. Ну, есть страны из бывшего Советского Союза, так, ну, СНГ, там, Молдавия, Белоруссия, Украина, Армения, Грузия, они где-то почти треть, две, ну, одну пятую, одну четвертую, третий, какой как бы год получается, и на это направлена государственная помощь Швеции, которая раньше была... Ну, есть этот, ну, фи, это, ну, плата об учебе, которая до 10-го года вообще не была, мне кажется, это был единственный вуз, где хорошее образование получали без того, что вы платите за это, то есть сразу... все-таки надо платить. Да, сейчас, да, надо платить. Я точно не знаю, сейчас цифру, но это было какое-то время три тысячи, потом немножко больше, мне кажется, сейчас уже были серьезные деньги надо платить. Еще есть так называемая программа MBA, где совсем из других разных стран, там, был из Хонг-Конга, из Латинской Америки, были студенты, которые в какой-то мере живут в европейском, но они уже работают на бизнесе, то есть они соединяют эти учебы с учебой на экзекуторе MBA, да. Может быть, если мы немножко перейдем с высшего образования на среднее, да, ну, пока еще настаёмся между как раз-таки об экзаменах вы какое-то время засказали, не секрет, что результаты по математике, они хуже сильно, чем... 10 лет, да, средние результаты. Да, но при этом они еще хуже, чем результаты экзаменов по, скажем, языкам. Да, ну, там полна половина почти, да. Да, как вам кажется, это общемировая тенденция, просто что математику как предмет сложнее, или это какая-то именно латвийская особенность? Ну, у нас в математике обязательный предмет, экзамен. Экзамен, да. Физика можно выбирать, или химия, или биология, но математику обязательный. Это один из факторов, то есть все сдают, так же, как все сдают языки, но это не объясняет, почему такая низкая. Я думаю, что что-то серьезное в структурной организации учебного процесса и того, как проверяют людей. Но те, которые, например, в этом году сдавали, они родились в 2000 году. Они родились у родителей, которые родились в конце 60-х и 70-е годы. Это мировая, ну, это не мировая в смысле мира, но мирная поколение, которое родилось довольно, и детство провели в принципе, все равно, как вы думаете, довольно хорошее время. Там, конечно, был Афганистан и потом всякие разные другие. Но в целом, да. Но это в целом не было и ни война, ни революция. Это было так называемое советское потребительское общество. То есть, они не страдали, но их дети родились в конце 90-х и в 2000-м году, которые вот сейчас так. То есть, это одна вещь, наверное, те, которые родились в 2000-м, проходили эту массовую, не знаю, массовый накал использования дигитальных средств по-разному и планшетов, и особенно смарт-телефонов. В 2007-м году появился iPhone, то есть, эти, наверное, тоже появились, где-то в начале класса получились смарт-телефоны. В-третьих, в принципе, сейчас уже так можно говорить, ну, наверное, немножко грубо, что есть какие-то приметы, не знаю, я буду радикален, в информационных технологиях, где вот серьезно можно поучиться тоже на YouTube и этих курсах, которые, ну, в интернете, они все-таки тоже жили в то время, так что, наверное, это объясняет языковый подрост, вырост. Я не знаю, что это означает о химии, которая тоже лучше, чем математики, но она не обязательная предметность. там люди, которые знают. Люди, которые хотят или, ну, хорошо учатся, это не все, да, это тоже довольно серьезно, но, наверное, что-то надо серьезно менять в процессе образования математики и в самом процессе экзаменации. Не то, чтобы подобраться к этим людям, но, как бы, заинтересовать и включать большее число людей, которые бы могли лучше сдавать. Если мы говорим о школах в целом, ну, мы видим, в том числе, кстати, в Риге, вот, какие средние баллы по отдельным предметам, если мы берем десятибальную систему, там, в одной школе, по-моему, в Эцмилгаре, средний балл был по какому-то предмету три или четыре по десятибальной системе, но, в принципе, это катастрофа. Ну, в образоценностном смысле, да. Да, и мы понимаем, что эти школьники закончат парни и девушки вот это образование, какое оно будет, куда они дальше пойдут. Что вообще делать с такими школами? С одной стороны, мы говорим, что должна быть доступность, особенно в Риге, но все-таки, да, чтобы как-то поближе к дому, не с Эцмилгравися или с Болдара ехать в центр, с одной стороны, да. С другой стороны, мы понимаем, что что-то с этим надо делать, да, при том, при всем уважении к учителям, мы видим, что, ну, и средний возраст, там, у меня... Да, да, в одной школе, там присоединяли ее одной к другой, я у директора спрашиваю, которого присоединили, я говорю, а какая ситуация, вот вы кого-то взяли, он говорит, понимаете, у нас вот в той школе, которую ко мне присоединили, было 52 учителя, да, я взял только шестерых, я говорю, а что такое? Он говорит, ну как, средний возраст учителя, там, 72 года. Средний? Да, средний. Директор школы был 67 лет, и у него два залча, 82 года и 84. Поэтому, говорит, директор еще была молодая, 67 лет, ну вот, такова реальность, да, вот что с этим делать вообще? Ну, сокращать число школ, это уже серьезно. То есть, нет угол варианта, да? Я не думаю, что в числе, вот, который упал с 360, мне кажется, тысяч учеников в 2000 году, да, 200 тысяч, ну, в принципе, не почти, ну, не половину, но 40 процентов точно, ну, там, упал. Число учителей не так, ну, так много сузилось, но, естественно, это серьезное проблему, если вы должны что-то новое учить, и вы 65 лет должны что-то новое сам учиться, это серьезный вызов для многих. Это, не говорю, что это невозможно, конечно, возможно, люди так делают, но это серьезный выбор для большего числа. Так что, надо объединять и уменьшать число учителей, думать о возрастном, возрастной планке, и число вот таких школ, где учатся до 12-го, 12-го класса, они, ну, несколько сот в Латвии. Мне кажется, ну, можно сказать, что много, но, в принципе, это можно с серьезными соединенными усилиями между самоуправлением и министерством и службой качества, которые и КВД у нас есть, наверное, можно даже каждую отдельную взять, посмотреть и делать какие-то рекомендации. если, извините за пример, британские правительства спрашивают 48 часов, что делать, разным министерством результаты no deal Brexit, ну, это 48 часов, да? Ну, конечно, разные доработки, все это есть. 48 часов сейчас такая вещь произошла. Ну, наверное, там, несколько сот школ, до пару лет, если делать специальную группу, которая помогает, там, есть разные уже стандартные решения, которые в мире существуют, мы членов ICD, мы можем тоже взять и советы, и разные примеры, даже людей из этой организации, которые серьезно работают на образование, так что, я не думаю, это серьезная работа, это очень хороший вопрос, в принципе, хотя, простой, но очень хороший вопрос, что делать с возрастом учителей, да? есть еще несколько программ, которые привлекают молодых учителей, молодых специалистов, там, ну, самое известное, это ESPM эмиссия, конечно, и так далее, как вы вообще относитесь вот к этой идее, чтобы к преподаванию допускать людей без педагогического образования, такого официального? Я сам это начал, так что, наверное, что-то серьезное не изменилось, я думаю, это очень хорошо, это, во-первых, краткосрочное решение проблемы возраста и связи с средой, если люди приходят из разных сфер, которые хорошо себя проявили и могут, ну, как бы, делиться и знаниями по предмету и своим опытом, это, мне кажется, хороший, ну, такой быстрый подспорь для изменений возрастной группы учителей. В другом плане, это, наверное, хорошо в том смысле, что, наверное, можно делать, как в других странах делает, есть и учитель, и ассистент, или помощник, или соучитель. Это довольно хорошо, что есть учитель, который делает одни классы и там читает одни работы, есть соучитель, который тоже это делает, но он не имеет сразу там четырехлетние, трехлетние, все равно пятилетние, если магистровое образование педагога. я очень позитивно об этом отношусь, естественно, возрастение карьерного направления тоже хорошо, но вы видите, не знаю, определенного работника сферы услуживания ресторанов или отелей, или информационных технологий, или общественных отношений, или юриста, или географа, который работает, или биолога, который работает, или в лаборатории, в лесу, можно хорошо получить знания, что это означает, если ты работаешь в какой-то сфере. Ну, как вам кажется, просто пример ESP-миссии, он показывает, что, возможно, вы скажете немножко грубо сейчас, но, что образование на педагога, высшее образование педагога, которое сейчас длится 4 года до бакалавра, оно, это время тратится неэффективно. Да, это правильно. И, насколько мне известно, практики там тоже самый минимум, опять-таки, если вы, особенно в сравнении с миссией и так далее, и так далее, как реформировать, есть ли какие-то подвижки в реформировании именно образования высшего официального педагогического, потому что, в каком виде он существует сейчас, мы видим, оно не работает так официально, как должно бы и как могло бы. Ну, на позитивном плане, как бы, в последнее время немножко больше старались позитивно говорить, на позитивном плане, не будешь сузить число программ на две трети. Вот это довольно хороший вход, но он серьезный в отношении реакции самых вузов, которые независимы или автомономны, можно даже сказать, да, они даже монетарно не зависят от государственных денег, там, бюджетные места, там, по-разному, по-разному. но, я думаю, аккредитация, снижение числа программ, концентрация лучших ресурсов в определенных местах, сужение мест, где можно делать диссертации, диссертации докторские, потому что тоже это несколько мест, мне кажется, пять или шесть мест, где можно писать диссертации в Латвии, ну, в образовании. Это был бы такой, ну, инструментальный и структурный ход, чтобы изменить саму суть этого, ну, своего предмета. Мы видим, что даже в Эстонии люди новые, молодые люди сейчас поступают на педагогические образования, потому что это повисилось. Результат Эстонии хороший в этих иностранных тестах международных. И это же, как бы, тоже повышает. Ну, наверное, если бы был ход вверх, в результатах, это бы тоже помогло улучшить приток мотивированных. Ну, главное, что мотивированных. И не знаю, сколько там людей, которые учатся не мотивированы вообще идти в школу. В мое время там несколько десятков. Да, да, да. После окончания вообще уходили в школу. Это в то время, когда падает демография, и только несколько десятков молодых людей идут в год, ну, там ничего серьезного, там 20 плюс тысяч этого числа учителей не сделать. Вот мы знаем, что сейчас активно идет дискуссия и подготовка законопроекта административной территориальной реформы. Вроде бы никто не спорит, что она нужна, но с другой стороны, вот всегда есть такой вопрос, что да, математически мы добьемся, 119, хотят сделать 35, но изменит ли это вообще ситуацию в регионах, поскольку, ну, понятно, что основные проблемы и демография, дороги, да, и просто одна вот это, не знаю, присоединение одних там властей к другим, что это поменяет на ваш взгляд? Ну, во-первых, наверное, это неизбежно, потому что, если поехать в какие-то определенные места, не все Латвии, конечно, на определенные места вы видите, что там число жителей уменьшается, уменьшается, уменьшается. Большинство городов, которые в Латвии не входят, например, к категории городов в Великобритании, это будет 10 слишком тысяч, сверх тысяч людей, чтобы это считался, ну, городская среда. Если нет, это деревня. Большинство районных центров Латвии, ну, из советского времени деревни, ну, в этом смысле. То есть, мы видим, что отток людей происходит. Во-вторых, наверное, то, что было вложено тоже в стратегии Латвии 20-30, ну, и была, как бы, хорошая идея, но у нас серьезно не происходит, ну, как бы, содействие городов, которые ходят близко. Ну, видами это можно хорошо видеть, там есть, например, Цесис и Валмира, там, меньше, там, 40 километров, хорошая дорога, ну, не та, которая сейчас еще Плесковская, ну, Веслайдзен, но, другая дорога. Есть Лимбожи, которые тоже недалеко, есть Сренчи, из Милтона, там есть такие среда, ну, среды, которые города, но они не очень-то, ну, работают вместе, ну, там есть разное число людей, но это тоже вторая вещь, там 30-40 километров, это, как бы, в Риге тоже приезжают, родители ведут своих детей, какие-то определенные мероприятия, почему не кооперироваться, да, это вторая вещь, третья вещь, это, наверное, ну, определенные программы, которые финансируются, если вы вообще сотрудничаете, если не сотрудничаете, да, но если, ну, там нет, но если вы там делаете что-то вместе, тогда мы можем направить и в государственные, и европейские деньги, и на вот эти очень конкретные инфраструктурные проекты, это тоже, как бы, влияет на сотрудничество города. Мне кажется, сотрудничество и изменение структуры финансирования и управления было бы таким хорошим ходом, но то, что изменяется, наверное, больше предлагает, больше предлагает услуги лучшего качества людям, которые не живут в Риге. Я, ну, должен, в принципе, и возможно, и происходит. Это было то, что, повесилось, ну, число школ снизилось, сейчас уже с школы перебродятся социальные дома, есть такие информации, даже инфраграммы, которые показываются, так что, мне кажется, это, ну, отделы педиатрии или закрываются, ну, которые не отделы родительские, ну, или приходят в гарантологию, услуги люди постарше, так что, это, наверное, будет серьезно проходить, не исходя, будет или не будет даже реформа. Реформа может помочь это обслужить лучше. Это не главное, но не главное, серьезное, но не единственное, да, это необходимо, но недостаточно для того, вот здесь и по линии ватсапа нам приходит вопрос от наших отделослушателей, вот такой пессимистический, может быть, вопрос, катастрофа в школьном образовании была спланирована или никто не мог такого предвидеть, и какова ситуация в Эстонии и Литве, но я помню, что вы, будучи министром, пытались свою реформу проводить, в результате все это, по-моему, свелось каким-то, уже сейчас, каким-то языковым нюансом, как будто в этом вся проблема в образовании. Ну, это серьезная вещь, да? Да, вот как вы это покомментировали? Я не согласился со словом катастрофическое, то, что оно сигнализирует. Мне кажется, катастрофы нет, но есть серьезные, вы уже говорили о разных там возрасте, уровень образования, качество определенных предметов, которые обязательно сдаются, то есть мы видим, что если мы не вырастаем в иностранных тестах, у нас все равно какая-то часть довольно серьезная для латвийского образования уезжает в другие страны учиться, но есть сигналы, которые говорят, давайте что-то сделать серьезным с этим образованием, управлением, там, есть какие-то вещи, которые названы с образованием, интересов образования и специальных предметов, там, вопроса о том, сфинансировать или нет, там, специальные языковые и другие, то есть есть серьезные проблемы, которые требуют быстрого решения, я бы сразу не сказал, что ничего вообще не получилось, но, например, где-то месяц назад люди получили аттестаты, я понимаю, что это уже проходит 28 июня, во время, когда я поступал как министр работать, это была вторая неделя июля, я изменил несколько вещей, например, экзамен сдается иностранного языка в марте, мы можем все грузить на последний месяц, да, конечно, там можно и другие предметы, это же это было, да, а все более, что люди поступают за границу, они за границу, они должны сдавать после последнего июля, когда они должны сдавать, в прошлом это вообще не удалось, да, конечно, это не служит всем, но все-таки это есть какое-то изменение, есть изменение, которое тоже, мне кажется, каждая семья, которые учительники знают, что вообще не надо покупать книги больше, есть государственные подспорья, что можно даже, не надо покупать рабочие тетради, это было где-то 70-80 лад в то время на 1 сентября, которые больше не платятся, ну, там, конечно, что-то покупается, там краски, не знаю, обувь, тетрадки, но это не книги, не каждый год и так далее, естественно, то, что интересно, что предыдущий министр образования Карл Шадурский открывал, ну, это в среднем все-таки те профессиональные серьезные центры, которые раскрывались после того, как они завершили строительство и где-то модернизация, это 11 мест Латвии, мы концентрируем деньги на такие серьезные центры, два месяца, ну, после того, как я поступил министром, мы сделали решение, что есть какие-то, ну, они как бы служат не только молодым людям, но и зрелым, это профессиональные центры, то есть, какие-то, ну, изменения есть, все-таки направления еще среднего образования тоже были созданы в мое время, под которыми сейчас довольно серьезные деньги тратятся на разные инициативы, так называемые школа 20-30, ну, по-разному, но это тоже деньги, которые могли было достать только потому, что было такое государственное направление на развитие образования. Ну, вот, вы уже упомянули, все-таки школа 20-30, было странно не затронуть эту тему, обсуждая образование, как вы относитесь к этой реформе в целом и по деталям, есть ли что-то, что вам очень не нравится или наоборот очень нравится? Моя дочь 11 лет, она будет происходить в школу 20-30 серьезнее всем образом, мне кажется, уже, сейчас она походит в пятый класс, у них будут уже вещи, которые исходят из этой реформы. Я сам инициативовал вот это серьезное направление, мне трудно говорить, что я не согласен с теми вещами, которые я сам как министр инициировал. Ну, такой шизофрении у меня нет, вообще нет шизофрении, но вот такой вещи проходит 5-6 лет и я сразу что-то меняю, вот такое. Мне кажется, самонаправление правильное, в Латвии не нравится не равно русскоязычный и латышкоязычный, не нравится может быть слово компетенции, но это идея, что вы не учатся факты, серьезная практика и понятие сфер, сфер большие, то есть не предметные, частичные, детальные, но большие. Мне кажется, это правильно, вещи, которые направлены на включение практику по-разному, это правильно. То, что может быть происходит с осознением, то, что школы за исключением государственных гимназий, которые 25, мне кажется, сейчас. Остальные школы, исключение тоже из частных школ, которые несколько, остальные школы все-таки это собственность самоуправлений. Государство в принципе дает деньги на зарплаты учителей, но остальные средства идут в самоуправление. Это может немножко осложнить в внедрении вот этой программы, которая государственная, но она и должна идти в собственность самоуправления. Ну, так в какое-то время было создано, а это не меняется. Деньги тоже только на зарплату, но только большинство на зарплаты. Спасибо. Большое вот Килис у нас был в студии.